Сургут Встречаются 9 человек на трех огромных джипах И с интересом разглядывают друг друга Все они встречаются впервые Впереди им предстоит за 32 дня пройти более 10 тысяч километров Из них 4 тысячи километров по рекам, тундре, следам вездеходов или вообще без них Свершить первопрохождение участка Дудинка Диксон на колесной технике категории B И первыми на автомобилях попасть в Норильск в Ямало По реке Мессаяха совершенно автономно пройти от Дудинги до Хаттенги И далее по реке Попегай, водоразделу в Тундре и реке Харабыл В самой северной улус Якутии с центром Юрингхая Откуда по ледовым дорогам дойти до сердца алмазной промышленности России Городов удачный и мирный Но обо всем по порядку Северный морской путь одна из важнейших транспортных магистралей страны Пролегающая в суровых условиях Заполярья Основные форпосты расположены вдоль Севморпути Мурманск, Амдерма, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певик Проведение Поселок Диксон сначала на одноименном острове, а позднее на материке Появился в 1915 году Долгие годы здесь была только метеостанция В 30-е годы, в период активного освоения высоких широт В Диксоне появляются аэропорт и морской торговый порт А также гидрографическая база Штаб морских операций западного района Арктики И управление по гидрометеорологии Поселок стал основной базой Северного морского пути И получил народный статус столицы Арктики Итак, курс на Арктику Почти сразу после встречи отправились искать путь с Ямала на Таймырь Нашей целью было южно-соленинское месторождение на Таймыре А пока мы были только на речке Тас, протекающей на полуострове Ямал Из речки Тас по водоразделам рек Нгасаяха и Нангасаяха попали на речку Месаяха Мы шли по целине, которую еще ни разу не касались колеса автомобиля А может и любой другой техники Старались держаться середины реки, где обычно было меньше пухляка По возможности выкатываясь на замерзшие наледи, которые отличались от снега чуть более темным цветом К вечеру вышли к южно-соленинскому месторождению Вопрос перехода от Месаяхских месторождений на Ямале к южно-соленинскому месторождению на Таймыре При подготовке маршрута был для нас полной загадкой 70 километров неизвестности Разрешили мы ее благодаря качественной проработке маршрута навигатором экспедиции Алексеем Дузовым После поселка Тухорт перед нами опять оказалась занесенная снегом колея от Урала И это особенная хмарая северная погода, когда земля не отличается от неба И что перед тобой? Твердый настоль и обрыв совершенно не видно И только к вечеру мы пересекли Енисея и попали в Дудинку Дудинка встретила нас так же радушно, как и весь север Участники экспедиции посетили Таймырский краеведческий музей Дудинский музей народного творчества, который еще называют Йоро-Чум С самого порога которого мы попали в мир древних таймырских легенд И прошли обряд посвящения в таймырце КОНЕЦ После Дудинки маршрут на Диксон шел по льду Енисея вдоль следа от ледокола В районе трех часов дня, когда опять началась метель и снежного облака, на нас вышел атомный ледокол Вайгач Когда вокруг все было в снегу и мир и так казался не очень реальным, из дымки на нас выплыл многоэтажный дом Вайгач – мелкосидящий атомный ледокол проекта Таймыр Отличительная черта данного проекта ледоколов – уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути, с заходом в устье сибирских рек Назван в честь гидрографического ледокольного судна начала 20 века Вайгач К вечеру экспедиция была на полярной метеостанции Сопкарга, расположенной в устье Енисея Где встретились с командой экспедиции «Притяжение Арктики», идущей на мыс Челюскин через Диксон Утро 27 февраля началось печально Проснувшись с 7 утра и приготовившись к дальнейшему пути, экипаж «Семидесятки» начал выезжать из сугроба, которое намело вокруг машины за ночь А ночью было очень холодно и ветрено, и в этот момент из-под днища автомобиля раздался громкий хруст После разбора выяснилось, что срезало зубья на главной паре заднего редуктора заднего моста В итоге Максим Мельников из Москвы, участник экспедиции «Метель-2012-2014» съездил в Волоколамск, где Петр Артищев снял редуктор со своей машины Благодаря договоренности Манны Тузовой и лояльности компании «Трансайра» редуктор успел оказаться на борту самолета, который летел в Волыкель, где его встретил Павел Шефеддинов из Дудинки Потом редуктор попал на тот самый ледокол «Вайгач», а уже с ледокола его забрал начальник полярной станции Сопкарга Так как доставка запчастей на полярную станцию укладывалась три дня, то пришлось принять непростое для всех решение И продолжить путь до Диксона на оставшихся двух автомобилях, а на обратном пути заняться ремонтом Когда решились вопросы с редуктором, до следующего дня нам больше ничего не оставалось делать, как пользоваться гостеприимством хозяев Пить чай и вести разговоры Где еще, как не на полярной станции в Енисейском заливе, могли встретиться люди из Москвы, Нижнего Уренгоя, Питера, Новосибирска, Перми и Таллина Чтобы познакомиться в реальной жизни после общения на туристических форумах И вот в одной машине нас четверо, а в другой пятеро Было и не очень просто, и не очень удобно, но совместные проблемы объединяют людей быстрее и лучше, чем совместные радости И в таких непростых условиях у нас начинается самое сложное испытание Три дня битвы в ледяных торосах Енисейского залива Карского моря Вокруг нас торосы, 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 в которых задерживается много пухляка, переваливать через них очень сложно Попытки найти обходы, полей и торошения ничего не дают Два дня настоящего рубилова В районе мыса Светящей наконец появились огни Диксона До цели оставалось около 25 километров, но скорость передвижения упала до 1 километра в час Неожиданно появилась сотовая связь, и нам пришло сообщение, что на Диксоне за нами следят по спутниковому ячку и уже ждут А также, что место нашей стоянки очень любимо медведями А по ледовому прогнозу ветер меняет направление в сторону моря, и именно отсюда начнут ночью отрываться льдины Но самое главное, такое поле торосов раскинулось до самого Диксона Поэтому надо выходить на берег и идти по тундре И отправили нам координаты места выхода из торосов на берег На следующий день вернулись назад на 20 километров И по координатам нашли удобный выезд на берег в районе мыса Исаченко Не доезжая поселка, команду встретили наши спасители на Треколе Которые так вовремя вытащили нас всех из торосов Это Владимир Гамбургер с сыном Юрием и Дмитрием Осовским Шумная встреча, праздничные посиделки, суета и усталость И только на утро пришло осознание – Диксон достигнут Отдохнув, первым делом поехали на остров Диксон Потом обратно в поселок, где удали дань уважения памятнику Бегищева И памятнику защитникам Диксона, которые сражались с немецким крейсером Адмирал Шеер В Великой Отечественной войне 25 августа 1942 года немецкий крейсер Адмирал Шеер встретил ледокольный пароход Александр Сибиряков В течение 20-минутного неравного боя героически сражавшийся пароход был потоплен Но за это время его радиостанция успела оповестить Диксон о появлении вражеского рейдера Адмирал Шеер открыл огонь по гавани Встретив организованное сопротивление, рейдер прекратил обстрел И, прикрываясь дымовой завесой, отошел Затем крейсер извернулся и вышел к островку Сахалин, где опять оказался в зоне действия пушек Вторая попытка рейдера приблизиться к порту также была сорвана После чего рейдер ушел от Диксона и уже больше не возвращался На Диксоне нас встретили очень радушно, в лучших традициях русского севера Но вот уже время прощаться И утром 4 марта мы сделали последнее фото на память И прощай, маленький, но такой сильный Диксон Обратный путь до Сопкорги проделали за 21 час по своим же следам На полярной станции нас уже поджидал редуктор, который за 7 часов слаженной работы команды был поставлен на автомобиль К вечеру этого же дня команда была на трассе в Норильск, на которой дул такой силой ветер, что в Кювете обнаружился легковой автомобиль Его туда просто сдуло Мы вытащили его обратно, ведь закон взаимопомощи на севере нерушим В Норильске участник из Эстонии Райт Паймис поставил свечу возле памятника эстонцам жертвам ГУЛАГа в мемориальном комплексе Голгофа Эту свечу ему передал бывший заключенный Нориль Лага, который сейчас живет в Эстонии Музейный мемориальный комплекс Норильская Голгофа является собранием национальных мемориалов Отдельных памятников русским, литовцам, эстонцам, полякам, евреям, жертвам политических репрессий Расположен на месте массового захоронения заключенных Нориль Лага Из Норильска наш путь лежал по древнему Хатунгскому тракту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Путь от Дудинки на Хатунгу был проложен еще во времена Мангазеи Он шел вдоль северной окраины Среднесибирского плоскогорья По кромке лесной растительности Дороги в обычном понимании здесь, конечно, нет Было только направление, по которому ездили от станка к станку Станки — это привычные, наиболее удобные места зимних стоянок оленеводов и кочевников Где они вели торг с приезжащими русскими людьми Места стоянок за столетия закрепились и получили названия или по местности — Медвежий Яр, или по речкам — Самоедская, Авамра, Соха, Новая Или по именам обитателей — Мироновская, Бархатова, Урванцев Николай Николаевич, Таймыр, Край мой, Северный Сразу за Норильском поднялся ветер, запур с жилой, видимость упала А между тем мы шли вдоль отрогов в плата Путорана, на котором команда клуба уже побывала на автомобилях-амфибиях летом 2012 года Зимой плата встречала нас шквальным ветром На следующий день ветер утих, машины, к счастью, оказались ему не под силу Но продуктовые ящики на крыше были ободраны и пробиты со множеством мелких отверстий, как будто мы побывали под каменным градом В этот день женская часть экспедиции с благодарностью вспоминала имена тех женщин, которые боролись за равноправие полов И благодаря которым три участницы экспедиции оказались за полярным кругом, наравне со своими мужьями Но мужчины нас просто поздравляли с 8 марта В районе позднего обеда 9 марта экспедиция достигла Волочанка-Сити Это большое национальное село, где основное население — Долганье Старинное поселение Волочанка возникло еще в 16 веке при впадении реки Волочанки в Хиту Как конечный пункт водного пути с Енисея на Хатунгу Здесь стояли четыре довольно хорошие избы из местного леса Три выстроены лет 20 назад, четвертая — только в прошлом году В ней помещался райисполкон и жил его секретарь астраханцев Имелись торговая лавка и хлебопекарня Урванцев Николай Николаевич, таймыр, край мой северный В нескольких километрах за Волочанкой стоят огромные антенны Тропосферные связи, циклопические, ни на что не похожие сооружения посреди тундры Раньше они использовались для связи с кораблями в Мировом океане И атомными подводными лодками Сейчас технологии ушли далеко вперед И надобность в этих антеннах отпала Дальше наш путь пролегал по крупной сибирской реке Хите Которая, сливаясь с Катуем, образует речку Хатунга К вечеру приехали в одноименный поселок Где остановились у замечательных геологов Полярные геолого-разведочные экспедиции Вот территория автономного округа около 900 тысяч квадратных километров А в 1927 году был образован Таймырский То есть Хатунский район был образован Сразу за Хатунгой дорога началась по хорошему следу Настроение у всех было отличное Пока не поняли, что след накатан рыбаками И сворачивает в речку Новую, на озеро Кокора Откуда начинается маршрут на мыс Челюскин Вокруг молоко и ветер, ехать очень тяжело Хоть нас ты держит отлично, куда ехать практически не видно Когда застреваешь в снегу, то даже непонятно, двигаешься ты или нет Идти можем только благодаря навигатору К вечеру Райт по радиосвязи обрадовал нас Что у него перестали крутиться задние колеса При разборе выяснилось, что у него срезало шпильки Но поломку удалось быстро устранить Шли до самого утра, пока была видимость Потому что днем ехать очень тяжело А в сумерках даже пришлось полностью остановиться Видимость пропала совсем Днем 15 марта мы покинули столицу Самого северного улуса Якутии Поселок Юрингхая Для нас это было знаменательное событие Так как впервые стал Наха Перед нами простирался настоящий чищенный зимник А не снежная целина со следами непонятно от чего О! О! Зимник проходит по реке Анабар и прочищен практически до льда Из-за чего складывается впечатление, что едешь по прекрасной Голубой дороге из стекла Берега реки не менее живописные То высоченные скалы, то огромные выветривания Как на ленских столбах, то свисающие деревья На одной из ночевок Обнаружили рядом мирно пасущиеся стадо Домашних северных оленей И в этот же день наши градусники зафиксировали Самую низкую температуру за всю экспедицию Минус 42 градуса Но по ощущениям это было не так холодно Как минус 38 с ветром на побережье Карского моря После Анабара дорога стала очень похожа на ивенкийские зимники Такая же кривая в ухабах и под уклоном А вокруг расположился такой же лес Дорога эта вела нас через крупные оленеводческие поселки Оленек и Сасык-Элах И привела в город удачную алмазную столицу России Играет музыка Играет музыка В удачном участнике не могли пропустить экскурсию на карьер, где разрабатывается кимберлитовая трубка. Размеры карьера впечатляют, когда замечаешь на дне маленькую копошающуюся точку, которая на самом деле является экскаватором величиной с трехэтажный дом. Приехав в следующий алмазный город Мирный, мы опять испытали безграничность джиперского братства. Нам помогли найти замену, пришедшим в негодность, покрышкам пермского экипажа. Когда возвращаешься из экспедиции, маленькие села сменяются большими. Потом ты проезжаешь города по асфальту, где есть светофоры и обедаешь в придорожных кафе. Одним словом, проходишь акклиматизацию и снова привыкаешь к миру, где нет проблем с продуктами в магазинах, с шинами, с логистикой и столовыми. Со всем тем, что с таким трудом решается в нескольких тысячах километров отсюда. Наша жизнь, песня, наша жизнь, дорога, наша жизнь, то, что дается от Бога. На маршруте экспедиции мы столкнулись со всем тем, что может быть на севере и в тундре. Отсутствие дорог и ориентиров. Мы искали путь с Ямала на Таймыр, шли по льду Юнисея, прорубались через огромные поля торосов, останавливались на полярных станциях, ездили по Карскому морю, разъезжались с огромным ледоколом, грели машины в минус 42 и копали мокрый тяжелый снег в минус 5, двигались по навигационным приборам без какой-либо видимости, ремонтировали автомобили на холоде и ветре, искали в метель переметенный след от тяжелой техники, любовались северным сиянием, ели строганину и оленину, познакомились со множеством замечательных людей, встретили старых друзей, нашли новых, и за один месяц была прожита целая жизнь. По завершению круга в 10 тысяч километров в Новосибирске команда разъехалась по своим городам, но новые впечатления и воспоминания будут согревать нас до следующего маршрута, так как мы опять держим курс на Арктику. Родился новый сын, и я пусть назовет народ тебя. Ты моя песня, моя дочь, струна гитары рвется и на глазах дождь. Наша жизнь, песня, наша жизнь, дорога, наша жизнь, то, что дается от Бога. Наша жизнь, песня, наша жизнь, дорога, наша жизнь, то, что дается от Бога. Наша жизнь, песня, наша жизнь, дорога, наша жизнь, то, что дается от Бога. Песня, наша жизнь, дорога, наша жизнь, то, что дается от Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Они же не встретили белого медведя. Это самое ужасное, что не встретили. Плохо, что не встретили. Да, надо было и медведя увидеть. Ну, конечно, хорошо. Чувствую. Все хорошо, все хорошо. Добрый день, Ершов Станислав, клубоп-проводмастер новосибирский автопутешественник. Станислав, ну, вот если итоги подводить, да, путешествия, насколько довольны сами от этого? Ну, это, наверное, лучшее путешествие, что мы когда-либо делали. Практически 40 дней автономной экспедиции. Мы побывали во многих северных городах, смогли пересечь полностью Таймыр, побывали на острове Диксон. В общем-то, это довольно хороший автомобильный продег. Как автомобили справились? Я так понимаю, погодные условия были достаточно сложные. Погодные условия порой становились ужасными, порой нам везло, мы ехали по ровному гладкому льду. Учитывая, что это все-таки автомобили Формулы 4х4, а не треколы, не вездеходы, то для них это была большая доля испытания. Конечно, были небольшие поломочки. На полярной станции Собкарга у нас рвался редуктор, выщелкивали полуоси. В общем, все как у всех. Ну, чинились, ехали, ребята помогали, доставляли запчасти, конечно. Расскажите немножко про условия. Север, зима, хоть и весна, но там все равно еще зима. Там, конечно, еще зима, да. Что такое север? То есть мы побывали в нескольких регионах, мы зашли с Ямала, а вышли уже в Якутию. Это абсолютно разный климат. Если где-то бывает температура минус 42, где-то она была около минус 5. Это разный ветер, разная снежность, где-то твердый нас, по которому можно легко ехать на чуть сдутых колесах. Где-то мы копали каждый метр пути. То есть климат абсолютно разный, есть что посмотреть. Я читала, что вам там через торосы пришлось... О, торосы, да. Мы наконец-то увидели настоящие морские торосы, которых только мечтали. Как нам повезло, наторосило полный Енисей в его устье, к Карскому морю. И мы несколько дней бились по этим торосам, по полосе. Но в итоге обошли удачно. А что там еще за встреча с ледоколом? О, встреча с ледоколом. Нам наконец-то попался настоящий российский атомный ледокол «Вайгач», который сопровождает корабли нарийского никеля, ну и иные, идущие в порту Динка. Они были удивлены? Встреча или как? Очень дружелюбный ледокол. Посигналив в ответ, он остановился и начал спускать травм, практически как автобусная остановка. Скажите, люди, ну техника, понятно, выдержала. Насколько физически это было сложно? Ну это требует определенной моральной подготовки. Команда уже не первый год путешествует, все люди туристы, большая часть все-таки это пешики, водники, ну и в том числе автотуристы. Люди держались, все хорошо, никаких срывов не было. Один человек у нас сошел с маршрута, и то по личным причинам, то есть пришлось из-за бизнеса вернуться в Эстонию одному нашему участнику. А так все отлично, я доволен как руководитель нашей команды. Скажите, у вас, наверное, часто люди, которые с этим не связаны, спрашивают, зачем это все? Это самый популярный вопрос, зачем вы это делаете и сколько вам за это платят. Ну мы для себя это делаем, мы же туристы. Сейчас очень много сравнивают варианты туризма в России и за рубежом. Вот вы, как бы, крайний российский север решили освоить. Это патриотизм или что это? Уже среди туристов такая шутка, что с последними курсами валют теперь доступен только туризм по России. Нет, это не только патриотизм, это желание посмотреть то, что можно увидеть только молодым, активным, физически здоровым. У нас еще будет долгая старость для того, чтобы по Таиландам путешествовать. То есть, а пока мы изучаем те северные широты труднодоступные. Спасибо. Юль, присоединяйтесь, пожалуйста, на камеру и на фамилию. Меня зовут Задорожная Юля, я один из участников экспедиции на Диксон. Юль, вы поделитесь впечатлениями, насколько все было ожидаемо или, может быть, наоборот, неожиданно? Как ваши первые такие эмоции? Эмоции моря. В первую очередь, конечно, это то, что мы смогли дойти до Норильска путем, который еще ни одна машина из автопутешественников не использовала по речке Мясояха. Мы считаем это серьезным достижением и теперь, я думаю, следующие компании, которые захотят туда отправиться, смогут воспользоваться этим маршрутом. Плюс, конечно, это первое прохождение на Диксон. На самом деле осталась какая-то такая, осадок в душе остался, потому что готовились гораздо к более тяжелому прохождению. Думали, там неделями рубиться будем. В зависимости от того, что мы закладывали на этот маршрут, мы прошли, на мой взгляд, сравнительно легко. Конечно, были и торосы, и пугали нас отрывающимися льдинами, все было, но у нас потрясающая команда, все настолько опытные. Мы первый раз все вместе встретились и слаженно действовали, как будто ездили всю жизнь вместе. И в дальнейшем такое короткое прохождение на Диксон нам позволило завершить еще маршрут через Якутию. Мы увидели еще столько красоты, еще две недели провели вместе, это было здорово. Не замерзли? Погода нас баловала на самом деле, в основном держалась оптимальная погода, когда и хорошо ехать, ничего не тает, и сильных морозов не было. Хотя вот минус 36 с ветром мы застали на Енисеи, это было тяжело и машинам, и людям, но такая погода была нечасто. Самый минус мы застали, минус 42, это уже в Якутии было. Что будет в итоге? Будет какой-то, может быть, фильм, я не знаю, или какой-то отчет? Фильм будет обязательно, у нас отснят благодаря вот Кай Кампус, участнице из Эстонии. Отличный фотоматериал, уже есть договоренность, будет смонтирован обязательно фильм. Это интересно другим посмотреть и для нас, в первую очередь, как участников память. И обязательно выкладывать буду письменный отчет, я с фотографиями обширный, и пермские участники также. Выкладывается это все в основном в формате живого журнала. То есть для тех, кто по вашим следам заходил? Да, те, кто впервые очень интересуются этой темой, конечно, это для них написано. Вам девушки хрупкой такой, слишком было сложно физически одарить? Нет, для меня физически сложно не было, как, я думаю, и для всех девушек, потому что мы путешествуем не первый год. Девушка из Перми у нас, например, она вообще ходила на пик Ленина, хотя она худее меня на вид. Так что мы, я считаю, все подготовленные туристы, и каких-то трудностей уже на этом маршруте мы не испытывали физически. То есть, в принципе, все прошло без серьезных каких-то эксцессов? Я считаю, что маршрут пройден просто, ну, не идеально, немножко должно что-то случиться не так, но отлично пройден. Спасибо. Хорошо, на самом деле? Ну, месяц, у тебя. Как вас зовут? Райт. А фамилия? Паимец. Вы впервые в такой экспедиции участвуете именно в северные регионы, или у вас уже был такой? Был. Поделитесь впечатлениями, да, как все прошло в этот раз, насколько было сложно, или, может быть, наоборот, все было легко? На севере никогда не очень легко, а все прошло хорошо, мужики отлично, все помогают друг другу. Это, по-моему, самое тяжелое, это, если люди сломаются, не выдержат. Машину можно ремонтировать, можно спросить, а людей нечего делать. Так что, не, все хорошо, отлично. Так люди выдержали? Хорошо, хорошо, очень хорошо. Что было самым сложным? Что же, не знаю. Ну, мороз там, или что там, или заторы какие-то на дороге. Скажем так, что на Енисеи видишь берега видишь, а доехать не как доросы такие. Вот тогда думаешь, сколько можно уже туда-сюда, берег видишь, цвет видишь, а не доехать. А, в общем-то, все хорошо. То есть, этот участок, он такой был наиболее трудный, как я поняла. Все ребята говорят, что вот там торосы, медленно, долго. Даже не знаю, но и сатанга, наверное, отдалься туда, по-моему, потому что там никаких возможностей, если сломается, сообщасти получать. И вот это такое дума, что главное, чтобы ничего не сломалось. Как погода? Сильно холодно было? Нет, самое больше, и самое меньше, наверное, правильно, получили минус 40. Ну, это холодно, мороз. Но, не очень. Потому что я в прошлый год на Чукотку ездил, там минус 54. Уже. Большой ветер. Спасибо. А что под снегом там не видно? Как-то сломаешься, там можешь машину оставить, махать не приходит. Я еще и ледокольник ходил, там еще хорошо, а есть место, куда и даже ледокольник ходил. Я еще казанул, в минус 40, он как бы это в минус 50, все равно. Казанул, да, и порой. Вы уже что-то не думали, думали, что тебе колодки пристыли, ты ебанул. Да, вы сами думали, я начать подумал, что в ледокольник, как там много метров. Такие краткие волосы не поддержали. Еще назад, когда ехали, то есть все логично пристыли, да. Еще пара такая, 5.29 назад, ее найти, это что-то. Ну, передать ледоколом, там такая, вообще, история. Такое место, одна сломалась, там вокруг вообще поопы, завались. Поехал Меликов Максим, снял у Петяра. Петяра сам с нас со своей машины в Москве, в пригороде, он привез в Москву. Значит, через СМИ запекли трансаэро, мы согласились с него очень погрузить груз. Довезли его в Аллыкель. В Аллыкель они уже глядят в ЧС, они довезли его до порта. В порт приехал человек, который хочет, он ледокол занес ледокол. Занес ледокол и его на полярной станции печальник субкарки встретил на снегоходе, на фарватере. И довез до субкарки. То есть, сейчас всю квартиру продаёт, да? Ну, нет, нет, всё нормально. У Максима спросил, сколько же стоило Макс, сколько денег там, говорит, ты сначала доедешь. Ну, то есть, недоверенность сразу написал по почте, бля, сфотографировал по WhatsApp по доверкам, бля, на квартиру... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok